Культура должна служить народу, она должна быть олицетворением нашего государства. Вот мы уйдем, а этот позор останется. Всем привет! Вы на канале Усы Лукашенко и с вами Сергей Беспалов. На словосочетании шоу-бизнес среди белорусских артистов чаще всего можно услышать, что шоу есть, а вот бизнеса нет. Ведь технически шоу-бизнес относится к культуре, которая в нашем государстве не в почете. Сегодня мы попытаемся разобраться, можно ли заработать деньги в белорусской эстраде. И кто эти селебрити, прорвавшиеся в телевизор и на главные площадки страны. После распада СССР поп-культура мощной волной ворвалась в жизнь белорусов. Большое количество возможностей и доступность информации помогла ей развиваться и выходить на мировой уровень. Так продолжалось до прихода к власти Лукашенко, который любил уже в начале своей карьеры насильно навязывать свои вкусы и взгляды окружающим. Уже в то время его окружение наводнили те артисты, которые не имели принципов и пели ему дифирамбы, откровенно льстили его персоне. А все для того, чтобы при помощи административного ресурса чаще быть задействованными на крупных мероприятиях, концертах и телевизионных эфирах. Очень продуманно, скажу я вам. Судьба всей культуры Беларуси уже с первого срока президентства начала полностью зависеть от вкусов Лукашенко. А так как выходцу из деревни нравилась исключительно незамысловатая российская попса, то талантливым белорусским артистам, чтобы пробиться и стать популярными, приходилось и приходится уезжать из страны. А Лукашенко, наделенный властью, сам начал лепить эстраду и задавать ей направление. Я болею лишь за Беларусь, за честную святую Русь, вот с оба ворота летит. Но очень часто все сводилось к банальному поиску любовниц и певцов ртом для каких-либо застолий и сабантуев. А появляющиеся таланты с альтернативным мнением подвергались преследованиям и гонениям в их сторону. Но это только подстегивало их к развитию и появлению еще большого интереса со стороны общества. Это страшно злило деревенского быструка, после чего ему даже приходилось вводить черный список артистов, которым нельзя было разрешать концерты, попадание в ротацию, на радио и телеэфиры. Также было приказано любыми способами лишать таких людей возможности продолжать заниматься творчеством. Запрет на звукозапись и площадки для репетиций. Скорее всего с появлением альтернативной культуры, которая никак не хотела меняться и нисколько его не боялась, Отношение шкловского искусствоведа культуры определилось окончательно. Он начал ее просто вырезать под корень. Мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи. Превратил артистов людей второго сорта. Состав выступающих на белорусской сцене не меняется годами. Стареющая российская попса в перемешку с местными людзоблюдами. Иногда сменяется любовницами чиновников или их отпрысками. Качество у таких артистов соответствующее. Я буду в финале. Но что дает попадание в этот цирк уродов? Конечно же чувство стабильности. Что можно особо не напрягаться. Ведь концерты, выступления и так будут. Если что, просто позвонят сверху и билеты раскупятся сами собой. Также обеспечены гастроли по областным городам, райцентрам и деревням. Билеты реализуются через профсоюзы или залы в приказном порядке. Понабивают школьниками, военными и студентами. Но придется быть поющим тампоном, чтобы затыкать все дырки на провластных мероприятиях. Тампончик, тампончик, спешить на помощь ко мне. Он знает прекрасно нужный день в календаре. И вещать повестку Рейха. Короче, идти на сделку совестью. Хотя о чем это я? И в то время, как все работники культуры это потенциальные безработные, которые продолжают на работу ходить просто за идею. Хитрозачесанный инвестирует бюджетные средства исключительно в те отрасли, которые нравятся ему. Спорт, идеология, силовики и семья Лукашенко. Так о каком развитии шоу-бизнеса может идти речь, если государство никак не помогает и не развивает культуру? В принципе, рядовые артисты вынуждены за свои средства заниматься изготовлением костюмов, фонограмм, аранжировок и прочими соответствующими тратами. Под страхом увольнения выступать на провластных мероприятиях. А выход на главную сцену уже долгие годы забит некрозными, бесталантливыми жополизами. Такими, как Александр Солодуха, сестры Груздевы, Руслан Олехно, Алена Ланская, Анатолий Ермоленко, Сергея Пархоменко и десятки других. А в управлении культуры стоят бывшие силовики и комбайнеры, которые в этом ничего не понимают, но с радостью вставляют везде свои пять копеек. В мыслях и трудах, батька президент, в радостях, печали и молитвах. Наш президент! Но стоит только власть не милость или перестать спать с Лукашенко, и ты из концертной программы выбываешь. Тебе не дадут гастрольного удостоверения, лишат концертных корпоративов, а без этого бумажная популярность исчезнет очень быстро. А если ты готов самоотверженно подлизывать, выезжать в баню в дрозды и петь перед пьяными друзьями диктатора, а это уже кадры по любимой бане президента, она находится в лесу, а еще подставлять зад в случае чего, то можешь рассчитывать и на звание заслуженного инородного артиста Беларуси. Но это уже, друзья, не шоу-бизнес, а обычная проституция. А мне простому белорусскому парню не слабо. Врут! И сколько бы Солодуха не сверкал своими винирами, а его подопечные перекачанными губами и прочими частями тела, слушать их больше не станут. А в эпоху цифровой революции, когда любой человек имеет возможность слушать артиста без посредников, время шкловских звезд подходит к своему концу. Я уверен, что в Новой Беларуси будет своя медиакультура, которая будет развиваться вне государства, а параллельно с ним. А белорусским артистам не придется бежать из страны, из-за того, что их творчество не прошло идеологическую проверку. Сейчас нужно понимать, что талантливым нужно помогать. Бездарные пробьются сами. А вы были на канале Усы Лукашенко вместе с Сергеем Беспаловым. Обязательно подпишитесь и оставьте комментарий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok